Всем привет с вами эндумер и и вот продолжаем короче любимый набор мой фраз подставьте сами любую удобную я выбрал их все в общем 31 31 уровень вчера чуть не снова не оговорился не запутался 32 уровень на сегодня 2 секретный из трех секретных и вот в общем-то предпоследний спиду в дума в целом до горло по-прежнему еще болит если конечно вы этим интересуетесь поэтому да голос ощутимо поменялся но кардинально в этом плане меняется ничего продолжаем писаться продолжаем играть уровень за номером 32 какой странный и излишне секрет он будет нам предстоит выяснить сейчас поэтому поехали по и поехали 32 ух ты так хорошо уровень 3 2 называется пирамида смерти очень интересно 1184 монстра здесь один секрет который уже найден сразу со старта карты вот эта музыка сразу слышится мне безумно громкой поэтому я заранее сделаю потише поэтому думаю не прогадаю в общем секретов здесь никаких нет как мы видим 1184 монстра довольно большое количество я вижу что выйдут сразу все оружие куча трупов валяется а значит ожидает нас заварушка я не мог стать взять отдельно судя по всему мегасферу от красной аптечки я так понимаю потому что лежали они одно в одном ну да ладно я думаю будет где еще что взять прошлый уровень был каким-то ну я не знаю я бы не назвал вот слотерным заруба заварушка там было много монстров тоже но не то чтобы что-то особенное в контексте сложности спидов дума в целом здесь же здесь же здесь же я не знаю так как там выдают бфг сразу возможно это будет прямо прямо вот заруба заруба полная плотная и целиковая ну поехали так ли глянем так очень хорошо очень хорошо здесь конечно конечно да я в общем то могу сказать сразу чтобы не прогадал ни капли здесь бой начинается сразу вот прям прям вообще без без каких-либо тормозов куча разных монстров преимущественно баронов есть несколько мастер-майндов несколько киберов которые в общем-то не очень хотят мне помогать здесь лежит множество огромный аптечек я не знаю это предназначено для того чтобы я здесь выживал как в конце 30 уровня когда там бегал любыми путями просто собирал мегасферы для того чтобы просто продержаться не знаю или мне их нужно как-то таймить эти аптечки как-то вот как-то их складировать коллекции запишусь на всякий случай наверное вовремя это сделал не знаю не знаю не знаю но в общем-то я собрал их все прям как покемонов поэтому больше мне рассчитывать надеяться не на что но инфайт среди монстров продолжается поэтому поэтому мне остается лишь только я думаю ждать и надеяться на то что никакая шальная пуля не притр не просвистит у меня над головой не знаю правильно я сделал что записался или нет кстати учитывая что один удар барона мне сносит прям практически все моё здоровье ладно дело не в этом я пытаюсь сейчас усмотреть акуха ого а куда бежать-то надо то есть собственно что а предполагается мне делать дальше ну хорошо допустим я прыгну вот сюда баронов здесь немедленно но другие монстры по крайней мере меня не особо бьют и вот тут я уже могу под записаться в общем то потому как потому как отсюда как-то можно можно уже дальше пытаться что-то придумать если конечно холл найт не будет меня убивать время значит там они справляются с мастер-майндом мне не очень хочется им с этим мешать потому как мне нужно чтобы мастер-майн хотя бы лег для начала поэтому поэтому давайте думать что еще все мастер-майн подок поэтому бароны остались исключительно в своей своем одиноче одиночном множестве если мне удастся грамотно как-то пробиться через них которые бфг я не знаю мне очень поперла на рандом в этом замесе потому что очень малое количество урона я получал со всех источников там ну не то что сейчас да кто-то мне там ударил там на 5 хп кто-то там на 3 я не знаю как это могло получаться учитывая что брони у меня нету и в общем-то любой удар по мне фактически сейчас смертельным потому что 40 здоровья это прям очень мало но но в общем-то в общем-то бароны работу свою сделали они убили мастер-майнд и значит мне нужно как-то дальше через них пытаться пробиться к слову говоря я не вижу патронов нигде там ох вообще нигде здесь патронов я не вижу вот совершенно то есть я могу конечно бегать а там еще вон имп ревинанты ничего себе и вон еще там бароны стоят сзади ну ладно я могу бегать шмалять из бфг конечно сколько душеньки угодно но но патроны то где вот это кстати хорошо я сейчас придумал потому что здесь в общем-то и патроны аааааа и все на свете и мегасфора и патрон и и короче все что нужно для счастливой жизни в социуме вот это нормально вот это нормально наверное так стоило сразу сделать я просто предположу что барон наверняка будет пробитый пропитый короче говоря что можно будет как-то попытаться через него не барон а кибер конечно потому как вон там с кем-то воевал безусловно там кто там изначально был на вон ревенанты какие-то там бароны еще были что в общем-то барон будет не барон а кибер будет будет коцами получится пройти через него а тут видимо и патроны наверно за вторым кибером та же самая история о кибер уже простреливают не насквозь это вот не очень хорошо но нет я столько баронов положила ты паскуда так ладно хорошо хорошо есть идея есть идея не стоять не заниматься от этой хилистикой с ракетницей а даться в общем-то дальше продвигаться именно с бфг чувствуется мне что в этом есть какой-то смысл кстати ревенанты судя по всему особо них ничего не ничего особо не могут сделать потому что они там ой за какой-то перегородочкой находятся стоят и в общем-то не стреляют по мне поэтому я думаю что пока что трогать их я не буду вместо этого пойду еще раз выстрелю в этого да отлично это тоже был битый был битый коцами кстати там на фоне где-то ходит бродит манкубус мне сначала показалось что это кибердемон дополнительный где-то вдалеке в углу стоит но слава богу казалось не так как ловко умудряются уборачиваться этот бумгай думают бароны и в общем-то продолжают напирать на меня здесь и как-то особенно много осталось я не знаю почему-то здесь они видимо не сильно спешили драться не с кибером там не с кем еще слушайте но вот этот уровень по крайней мере уже абсолютно очевидно сразу самого начала выглядит как непростой потому что ну сами видели пришлось как-то изгаляться и сворачиваться я не знаю в общем-то 444 монстры эй мертво я в общем-то если честно не знаю правильную ли тактику я избрал в том плане что ну вы видели как у меня все это шло я собрал все аптечки для того чтобы банально жить как в 30 уровне но судя по тому что мы продвинулись дальше эта стратегия явно не не проигрышно потому что пока я жил на тех аптечках в общем-то пока я на них жил монстры знатно по инфайтились смотрите я простреливаю сквозь головы этим реминантом и и не наношу им урона паскудная ситуация как называется уровень сайт пирамиды смерти интересно ну пирамида видимо имеется ввиду вон та штука и там наверно выход наверху но ладно это нам предстоит выяснить кончились патроны хорошо давайте давайте нажмем сюда и посмотрим что с этого будет а будет с этого следующее ничего а нет вот вот открылись да что ж такое то вы охренели что ли так пугать с утра пораньше молодого человека здорового почти вот это вот присрал а почему ревенанты то сюда не идут хорошо есть кибер ладно а ревенанты то а то кибер еще и может выйти сюда но вообще не фонтан на самом деле поэтому я оставлю его здесь и побегу а так они потому что здесь клеточки хорошо пускай кибер там ходит я пока побегаю побегу попытаюсь оформить инфайт ого сколько здесь монстров сучки вот это прям 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 фантастически напоминают мне сами знаете какой ватт ну конечно же я имею ввиду сандр пресловутый ну не пресловутый конечно же много раз мною упоминавшийся упоминаемый очень много так а этот кибер где вот что меня интересует а мостик кстати поднял смотрите-ка а где тут кибер видимо все-таки он соизволил зайти вовнутрь и уже во всю делает рубилово рундук хорошо мне нужно запоминать расположение поварапов это точно значит здесь лежит синий шар и зеленая броня но у меня нет ни одного ключа даже чтобы чтобы хоть как-то подходить к нему смысла в этом нет тоже синим броня лежит здесь и по-моему наверху было еще одна синяя броня а также огромное количество аптечек здесь тоже так же привело и вот это вообще паскудство споткнулся в какую-то херистику и все и в общем-то на этом моя песенка была спета вот и там большое количество аптечек возле кибера я вижу еще один синий шарик короче короче есть 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 где восполнять припасы о вот и тот самый кибер замечательно главное случайно не наступить на синюю аптечку ой и на синюю броню потому что раз мне абсолютно не нужно ее брать булки бир меня зажопил хорошо в общем то в общем то стратегия моя пока что является всем все той же самой все той же самой уверенной стратегии которая которая выработана годами мне нужно просто стараться сейчас по максимуму инфайтить этих мобов пока не останется преимущественно их как бы одинаковое население вот типа когтев баронов да ладно давайте посмотрим что у нас здесь есть чтобы ничего на самом деле все друг друга знатно хорошо поубивали прям вообще вообще нормально остались только вот эти вот ревенанты в огромном там количестве до которых можно вот так вот знатно с бфг палоположить а потом попробовать взять патроны которые у меня за спиной лежат ну вот типа этого на типа этого типа эту хорошо вот теперь-то по крайней мере можно уже пытаться брать и и синие брони там все чтобы его еще вон кстати там так до хрена реминантов еще осталось что даже не знаю отпустят ли меня они отсюда ой нет не отпустят понятно потому что эта сука закинет тебе заворотник где бы ты ни находился заворотнюк они чуть-чуть сколько да много ну в круговую вроде получается уменьшить их популяцию правда здоровья осталось совсем немного я еще и споткнулся еще и этот гады гад гад дэм нет вот только ты давай не будешь по мне стрелять потому что 5 здоровья это прям критически мало фак ладно я просто не за мне почему-то кажется осень аптечка смотрите-ка красная точнее чу синие ты нормально получилось как-то сныкаться получилось свинтить из этой и красивой ситуации нормально в общем-то не зря я думаю сюда спрыгнул опять же видится мне что паварапов здесь даже больше чем нужно то есть всяких синих брони и и же с ним здесь прям ну вот навалом аптечек опять же кстати синяя броня мне сейчас бы вовсе не помешало давай умираю же орунду все это крыло я вроде бы вроде бы зачистил этого кибера который бы телепортировался и испугал меня вроде тоже убили поскольку наступила тишина и патронов патронов по максам короче все здорово все заряжено осталось только понять как вернуться вернуться можно так очень хорошо одно крыло зачистили и в общем то в общем то что в общем то 800 монстров уже убиты тема даже 10 минут не идем этот уровень у сколько здесь монстров мне нужно я думаю зайти с той стороны потому как здесь барона меня особо не пропустит так а тут что а там вон еще одна арена я так вижу и к слову говоря к слову говоря этот кибер там он неуязвимость даже есть этот кибер положил всех лиминантов которые были здесь и я полагаю что здоровье у него прям мало но не настолько чтобы не выдержать один косо удар поэтому поэтому все еще достаточно ну да ладно ну да ладно но хорошо чё мы можем чё мы можем ничего не можем ключей по-прежнему нет вот здесь еще ой вон они вон они что попробовать также в круговую ну давайте давайте вроде бы эта тактика какие-то плоды приносила когда я использовал в прошлый раз поэтому я не думаю что не получится в этот ну реально эта клетка прям с большим количеством реминантов нет на самом деле я малеха оговорился я бы не сказал что этот уровень напоминает мне сандр этот уровень напоминает мне скорее всего хэлри вилд больше хэлри вилд это я уже рассказывал как-то неоднократно о нем это вадник 90-х годов один из первых хардкор слотер вадов вдохновленный конечно же плутония которое тоже множество раз уже упоминал в этом контексте в этом ключе вот и в общем-то суть этого хэлри вилда была в том то что это в общем-то по большей части коробки коробки такие в общем пространство довольно за довольно открытый точнее коробочного типа с огромным количеством монстров с огромным количеством боев якобы около хардкорных вот этот вот уровень очень сильно мне напоминает калри вилд вот прям до невозможности сильно напоминает такое чувство что это уровень вот попросту оттуда вот вообще кстати говоря практически все мне кажется успокоились ой еще одна красная аптечка спасибо спасибо синяя бронь где-то была еще одна синяя бронь по моему на вершине пирамиды поэтому не вижу смысла пока что брать зеленую где-то 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 была кстати до сих пор так и не понял как попадать на вот эти островки на которых лежат ключи ладно сейчас мы с этим разберемся отдельно возможно сначала мне предлагают сходить вот сюда вот и потом уже скажут что делать дальше возможно он я вижу там кто-то спит атом гора ревенантов ладно нам пока это не нужно где-то здесь была синяя бронь вроде бы так что да вот он вот она взял и теперь можно попробовать кстати взять еще синий шарик потому как я думаю что следующая арена будет такой немаленькой вот так вот хорошо полностью восполнились остались только зеленые брони кругом и и нет синих шариков зато куча аптечек ладно ладно давайте посмотрим как можно попасть на вот такие вот островки и возможно ли это в принципе ну по всей видимости нет видимо туда будут телепортировать меня возможно из следующей арены хорошо если так то так тому и быть коты-то откуда а вас тут еще несколько вот поэтому когда будем проходить хэл ревилд опять же об этом напомню вспомните что я говорил про открытые пространства вот это вот в принципе все вот это да местами хэл ревилд конечно до безумия прям просто по дизайну и даже скучновато но что-то в нем тоже есть что-то в нем есть такое что мило сердцу мило на вряд ли мило прикладывал кругу к ревилд я по крайней мере не помню об этом я перепроверю когда будем браться за него но к плутонии так точно значит 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 я уже готов морально к арене потому что явно здесь все не просто так вот это бессмертие которое там висит тоже как бы сигнализирует о том что сейчас что-то будет монстры еще есть так так то еще там сколько чуть больше 200 200 штук точнее почти 300 так что будет где разгуляться в плане в плане этого но про мегасферу я запомню хорошо сейчас скорее всего мы умрем как обычно потому что сейчас будет разведка бой о ого да не ожидал не ожидал не ожидал что так у вас здесь все то что такое порвали в секунды просто не ожидал вот реально не ожидал есть идея я могу руки джампом запрыгнуть если она не берется просто так у этого шла шла так хорошо вот это прям совсем точнее плохо не знаю ого там три кибера давайте посмотрим на сцену боя три кибера они в принципе меня не волнует безумное количество арчвайлов ревенантов так хорошо чтобы мне придумать а интересно назад уйти я могу после того как вот это все возникает нет я не могу уйти назад здорово слава говоря я не вижу также дополнительно особого кольда огромного количества патронов то есть как бы где мне пополнять патрон на бфг пока так же не знаю ну ладно ладно это мы все выясним в процессе если что будем откидываться с сроки тлаучера потому как на него так как раз таки патронов здесь немедленно так хорошо вот вот что начинает оставать арчвайл это плохо учитывая что я взял только что прям это как его а вон еще вот еще нет отстань я его яс от нашел нычку я вот кстати думаю что здесь даже под записаться как-то можно не знаю как-то чертовски как-то глупо и вообще стрёмно я ты начал этот бой и вообще как-то неказисто начал его точнее продолжил его покорять но вроде получилось и я даже нашел себе мягкое место прямо возле мега сферы там как-то все пошло не так все как-то пошло не так я когда подбежал брать мега сферу меня в этот момент ударил арчвайл и что-то там я на ровном месте 40 хп и 40 брони просрал короче ну что-то все вообще пошло как-то не так но но по крайней мере теперь в общем-то я вполне себе в общем-то нашел место с которого я в общем-то этот бой прихожу я вообще-то думал что придется брать неуязвимость потому как типа такое количество монстров при том что а вы-то откуда пошли вот это новенькое уже поперло не было же вас здесь откуда вы откуда ва в общем-то думал что необходимо мне вон они кстати а там там вон они оттуда пошли хорошо это вторая часть я так понимаю битвы этой фантастической так вот и в общем-то думал я о чем а а думал я о том ничего си сколько там вас а там еще и кибера начинают подстреливать точнее продолжать в общем-то нет добежать 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 хорошо ну кстати говоря теперь уж даже не знаю а там с той стороны же тоже наверное тоже самое есть да это же самое есть так вот о чем я думал интересно получится получилось нет о как плохо ох вот в такой некрасивой ситуации на самом деле я вот добить бы по-быстрому арчи было бы хорошо в общем я думаю о том что этот бой исключительно придется начинать с неуязвимости потому как слишком много всяких ну-ка эти арчвайлы джин не ненавижу их а миллионный раз повторяю эту фразу но в общем думал что исключительно придется с неуязвимости начинать этот бой потому как а какие в общем то еще варианты я кстати не могу достать ладно я запрыгнул ой не запрыгнул все хорошо 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 не буду даже пытаться поздно нет еще один флакин арчвайл уидим нахер отсюда он еще цвет мегасфера лежит не поднюю я не знаю как такое прессера просто бездарных и стрелы спрятая вон еще одна мегасфера лежит это хорошо я не знаю как попасть к в общем так к чему к бессмертию я просто без понятия она не берется земли а патроны на бфг это будут еще потом как бы по in элементу и все вот это в общем думал я что начнется этот бой исключительно с неуязвимости потому что слишком много разномастых монстров куча арчвайлов но удалось как-то мне извратиться изголиться так чтобы в общем-то просто по мягким местам пробежать и в общем-то найти способ все это сделать и без и без бессмертия вот сейчас я захотел взять вот так же ну а у меня не получилось я попросту выстрелил все под ноги роки джампом потерял какое-то количество здоровья и ничего с этого не получил но бой продолжить удалось ух ух как тут у вас все я не знаю ребят вы может дадите мне дать чё же вы так-то дайте я просто возьму патронов и пойду дальше там а потом дойду уже до вас там разберемся сами в отдельном порядочке да вот вот как то вот вот так вот да потому что не то чтобы я беру эти патроны чтобы убивать вас и при том прям щас но я все еще кстати говоря не понимаю как взять неизвимость возможно она там потом когда-нибудь там каким-нибудь рубильником откроется мне выдастся воздастся но вот теперь точно все вот теперь я точно не вижу больше патронов на бфг поэтому но это уже не столь важно потому как моя задача главное было убить элементали боли которые там спавнили до усрачки своих этих парашничков до которых мы все знаем кстати говоря здесь тоже накидано огромное количество ящик сука вот эти вот козлы они не дадут мне пострелять из ракетницы будут продолжать меня харасить все еще все еще навалено огромное количество аптечек для того чтобы я бог мог бегать и в общем-то их собирать покуда я получаю по лицу всякий раз от всяких монстров укладывайся ну и как-то уровень уже до близится к цему конечно финалу потому что осталось уже меньше сотни я не думаю что будет еще один огромный бой хоть и все может быть по крайней мере мне сейчас предстоит фантастическая битва с тремя киберами не имея патронов на бфг поэтому что что мне предстоит делать я не знаю бить их с ракетниц как-то не очень улыбается возможно о ее мою снайпер так ладно да ёпта дай мне туда-то подняться может кстати я возьму синий ключ и начнется след а вову вову смотрите смотрите я нажму сейчас сюда интересно что с а наверное вот все я понял как это делается но это будет не просто все я могу уйти в общем-то отсюда но я не взял синий ключ и не убил киберов и но зато я понял как взять неуязвимость это надо сделать а нет я не понял как взять неуязвимость ну ладно я в любом случае могу сделать руки джам хотя мне наверное не хватит 100 здоровья может быть и хватит ландовать попробуем нет мне не хватает но там было мега сферы там было мега сферы которую я планирую взять и сделать руки джум вот так вот хлоп вот так вот 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 так вот как говорит александр невский вот теперь я могу делать сам все что мне угодно вон кстати еще патроны лежат на бфг поэтому останусь останусь ветром да нет печи охренел что ли ветром в небесах пламенем щеках наверное все таки неуязвимы стоим надо как-то было по-другому братья предполагаю в течение этого всего боя явно не для трех киберов но но мы играем так до легких путей не ищем поэтому я кстати до сих пор не понимаю как взять я не вижу методов других кроме руки джампа поэтому я думаю что я все сделал правильно хорошо теперь по крайней мере синий ключ и я видел синий рубильник там а а здесь же чего-то ну что а вот открылись подмостки вот эти для красного и желтого ключей хорошо покажи здесь лежит аптечек я не знаю то есть прям немедленно это колоссальное количество аптечек лежит такое чувство что здесь я должен получать урон каждую секунду просто а что открылось то ну хорошо ну нажал а ну ладно 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 я не задаю вопросов я просто прохожу уровень как говорится ноу коменс давай 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 воскреси весь уровень мисс ученых ноу коменс даже говорит ничего не буду вы сами знаете все очень хорошо это такое то а так я понял надо нажать два рубильника чем еще нет больше никого хорошо ну предполагается что с той стороны будет абсолютно такая же история поэтому по крайней мере я теперь готов к этому предупрежден значит вооружен спасибо арчвайлы большое спасибо вон еще лежат патроны в общем то которые я каким-то чудом умудрю а вот смотри сколько патронов до хрена и больше кстати мне интересно мог бы я запрыгнуть сюда руки джампом я вот просто для да вполне себе мог и типа и ключ мог бы взять руки джамп так что я думаю пидранеры здесь проходят вы сами знаете как папа отличный выстрел они меня вообще вообще домой просто отправили отлично выстрел 0 урона нет вы посмотрите только что делаю так этим черт черта фаном закон просто не писал эти хороший хороший выстрел ну ничего на самом деле довольно таки довольно неплохо получилось по крайней мере они никого не воскресили это уже большое достижение все у меня все ключи мне надо идти туда нажимать рубильник есть еще сколько ну почти 70 монстров все-таки финальный бой наверное ожидается я предполагаю что на вот этой вот пирамиде потому что ну не особо то там кто-то и был кроме импов поэтому я думаю что я нажму сейчас на рубильники и вся эта пирамида будет стать из 70 ревенантов но ладно и надеюсь что я ошибаюсь вообще да я конечно ошибся причем ошибся как довольно фатально ну что никакими там ревенантами и не воняло как говорится это конечно арчвайлы что намного хуже но ревенанты есть тоже присутствует как бы имеется в наливой факт но это будет непростой бой потому как я не особо пока что понимаю как не добраться до арчвайлов так чтобы не умереть не замуж не стоит бежать другую сторону потому что меня конечно же не интереса но я ничего я своего добьюсь по крайней мере пока мне этого позволяют арчвайлы отстаньте а могу спрятаться нет спрятаться не особо так с этим одни три нам ты дышит спину но нет на самом деле могу один арчвайл застрял и это очень хорошо а а там еще мастер майнд наверху обретаются ну ладно я все арчвайлы все а мастер майнда в общем-то убило убило мастер майнды каким-то ударом из бфг а где кибер по кибер вот ну в общем то все на этом уровне как-то все заканчивается получается по идее потому что больше здесь никого из крутых жестких мобов то и не осталось парочка реминантов один кибер и толпа пинки ну такое короче суть уровня суть точнее финального боя была в этих арчвайлов которых закинули я прям почувствовал его дыха холодок по спине его дыхание мне в копчик в общем-то идея вся была исключительно в том чтобы заспавнить количество этих арчвайлов которых мне бы было тяжело достать в общем то получилось получилось это сделать пусть и на уровень довольно местной такта по большому счету нихрена себе здесь какие были бои и сколько их было да ухты ты еще и не сдох удивляешь ну все ну и все 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 монстры убиты 22 минуты ну я не знаю я не берусь говорить что видос конечно будет такой умирали мы тоже здесь немало 30 минут будет так точно конечно хотя все же все же по ощущениям проходили мы этот уровень куда как дольше чем 22 минуты ну да ладно давайте полюбуемся видами смотрите сколько сколько навалено этого говнище вот это была такая прикольная арена да на самом деле уровень настолько прости а вон еще пирамида уровень прям вот прям построен простецкий но посмотрите здесь просто две арены вот это и вон та и вокруг них одна большая сплошная арена это так просто вот это реально и музыка тоже это мне кажется учитывая что 2010 год это не 90 года это просто дань уважения хэл ревилд потому что я говорю я сто процентов просто даю что что авторы когда делали эту карту заду задумывали я кстати хочу на это на привыкли напрямую на привушку взять авторы когда брали это в общем то точнее когда делали эту карту с большущей долей вероятности огромнейшей долей вероятности думали а хэл ревилд и о том что надо его дань уважением потому что музыка вот такая музыка играет хэл ревилд почти по все всегда сам по себе уровень вот прям очень похож очень очень похож на вот эти вот простые неказистые коробки с огромными боями ну что ж но такой вот уровень вот такой вот уровень пирамида смерти закрыли на сто процентов убили всех хороший хороший уровень реально он мне прям он мне прям действительно понравился вот это прям глоток свежего воздуха был с утра потому что прям ну вот вот прям вот вот прям нормально нормально получилось, хорошие бои, прям так вот как-то подрались, в общем, реально, реально уровень прям, прям отлично, не знаю, какой там будет 33, но вот этот уровень мне очень понравился, очень. Кстати говоря, что-то мне подсказывает, что, возможно, это уровень из Хелри Вилт и был только переделанный, но я, мне кажется, ошибаюсь, но, не знаю, не знаю, посмотрю потом. В общем, в общем, вот так, хороший, хороший, толковый уровень, надеюсь, что вам понравился тоже, если так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, под этим видео, нажимайте на колокольчик и оставляйте комментарии, также забегайте в Твиттер, спасибо за то, что посмотрели этот выпуск, до встречи в следующих уровнях, пока!